легче же по этому вопросу выступить кому легче по по таким вопросам выступить людям которые с ним работали батырь мальца работал его начальником пусть он выскажется там кто-то его знает я же его я же говорю а не знаю одну-две передачи по вашему настойчивому этому прослушал да посмотрите я заметил вот в одной из передач его последних он говорит что вот такой-то такой-то там вопрос знаю только я декларирует что у него большие знания что он касается вопросов нашей истории этнографии я тоже касался многих вопросов на касался но чем больше я исследовал тем больше я понимал что и понимаю сейчас что я не все понял вот в той или иной теме вы видели сколько материалов вот те кто знает что у меня очень много материалов они не довольны ну почему ты эти передачи не делаешь вы знаете иногда где-то какого-то документа не хватает иногда это фотографии чтобы вам показать вам же интересно как кажется не просто чтобы человек заявил а вот где-то документ есть где-то фотографии где-то это есть правильно правильно а я иногда это жду нету я не умею вот так даже я не умею вас к скрыне там это дело не умеет если мне помогают там это бывает а вот насчет этого магомеда аксакова узнать я не на его месте не стал бы говорить что это я знаю только знаю я остальные ничего не знают но это это раз во вторых даже с научной точки зрения человек один не может все знать все может и все знает только всевышний это неправильно позиция вообще неправильно это мое мнение видите я сейчас вызову его осуждение там или это а вы меня до этого доперли до доперли около сделал 20 раз повторяли еще звонят скажи свое мнение у тебя чем мнение менее у меня есть вот у меня такое мнение человек не может говорить и весь свой народ на называть ворами тоже неправильно я же борьбур кашбе дарига ждет да правильно то негативном только плане видеть максагову вот этот аксагов да он наверняка столько грязи столько оскорблений столько угроз не получал сколько я я вас уверяю да в жизни но я не озлобился не на свой народ не на окружающий народ я иногда терплю видите вот у меня в передаче меня вообще оскорбляет а терплю то я не терпела не терпела вовсе не терпела я просто выше этого я не озлобляюсь на этих людей иногда бывает по незнанию на меня чё только не наговаривают да мне это не нужно если было самих переубеждать знаете один случай какой был у нас был было такое заведение в псинахе молгобегского районе там вселенной псевдак в седахе по моему было вот это заведение было там для но немножко умственно отсталых людей да для больных у них оказывается для этого учреждения были как подшифренные там поля там где-то в совхозе не договорились эту картошку сажали до своей кухне этой да так подсобное хозяйство то картошку сажали то всякие эти сажали то лук там то чеснок то 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 другой и вот этих людей вели туда вот они немножко больные и бригадир их не какой-нибудь это вел их туда они работали старались работали все хорошо когда зная знающие их там люди если подходили из когда спрашивали они сами ухаживали за своими саженцами это их вот когда вот этот шеф их не бригадир водил туда с больницы на вопрос вот этих сторонних людей кто он вам они вот спрашивали а он у вас кто ну вот который руководит вами давай лучше мы с тобой что-нибудь обсудим да вот так это нельзя других называть слабыми там это неправильно вот такая история это правда в молгобеке многие это знают да вот здесь мне советует не надо его сдерживать себя на ложь мы когда сдерживаем как будто мы чего-то боимся нет а жил нет это неправда руслан горчан не неправда надо выше быть этого сразу оскорблять нет не надо или там кого-то вы видели сколько меня не поносит я их иногда не я это не делаю я их не убираю я не баню да пусть говорят что угодно да что угодно пусть говорят руслан вы сказали что передачи что их относят чуть ли не за дербент прагаргаров они путают это другой народ их называли герканами даже каспийское море какой-то период называлась герканским да это правда на карта это было сегодня это область возрождение еще национальной парке с редкими животными растениями там есть смотрите вот например шагмы вот тронули вы да а тронули вопрос горгаров горгары и амазонки они возле трое там была вершина горгар да вершина горгар было рядом с этим строя и амазонки там рядом были это как это дура того как трою разбили до смолой азии цикбе хапыш потом они переместились сюда это несколько тысяч лет назад переместились но смотрите когда они переместились сюда керамийские горы и реку указывают вот эту дарьяльского ущелья мои юсер и что они постоянно рядом с ними говорят вот эти амазонки у них как союзу этих племен а у ингушей есть еще пословица хажил гага чонок горгиж моды хардхаза ях да ну кроме этого есть еще что есть еще есть битр гибет запрет на свадьбы и спокойных веков у ингушей был это именно вот этот месяц общения амазонок и горгареев да так что там слово гардер родной родственной только у ингушей даже в чеченском языке гиргер гиргер не горгар нет гагернах на хирнах дальнее родство хиру а гаргер это близнея раз на так что я там ничего не выдумываю неправда алекс цветков я хочу надо им отвечать всеми той же монеты которые не на нас что-то говорят иначе их не остановишь хамста надо просекать меня спрашивали руслан герд вот что ты считаешь по гуцарь его мика его смотрите вот сейчас обсуждение там давайте передачу сделаю по этому вопросу мнение разные мнения давайте обсудим давайте я знаете как считаю заранее вам говорю никогда не скрываю свое мнение искренне могу сказать честно да глядя в глаза не закатывая глаза не выдумывая не придумывая не только миккейла гуцарима как он заработал что он было ажил плохо он раньше делал это это надо пока в сторону отложить да это надо отложить в сторону надо не только было бы ему всем деловым ингушам у которых какие-то бизнесе сад вот например при в куре был харсиев алихан по-моему золи бакер надо сегодня тяжелой ситуации сегодня всем вместе но были они президент его до прошлом то мурат зязиков то и в куров то аушу да вот война хам президент аж бить а что у нас такая большая родина или такой у нас народ маленький но древних это великой культуры великой истории народ неужели нельзя это осознать и когда надо когда нашему народу тяжело вместе все это делать я удивляюсь почему им не приходит в голову создать вот этот кавказский банк вот как швейцарии до чтоб каждый член свою пенсию какой-то часть мог туда любой простой бедолага ингуша жил беженец или не беженец северность любой мог туда деньги чтобы он какой-то заработок имел чтобы это национальное это развитие было жил неужели нам не стыдно жил я вот это народ сообща должен решать свои вопросы они решенных вопросов у нас столько много у нас столько много нерешенного вот иногда вот магомед оксагов сказал дарик разворовать дарик уркажи богдатс у нас есть народе люди которые и слова имеют и честь имеют и историю имеют а историю имеют такую что дай бог это кал каждому иметь такое есть люди до дубе ахажил дубе ахана дубе ахана дубе ахана шива горды на кон поставить для щекам защитил должен ахбушан вай так что не надо так на весь народ очернять неправильно вот эти простые люди бедолаги которым жизни и от своих сородичей не досталось и судьбой не досталось они рожают детей они этих ингушей воспитывает хажил халбалица хажил проголодь сами терпят царь хадыш царь деб дешкам дыша царь увеличив дешкам дыша они где-то там на стороне там матышки шхали не это надо немножко понимать перспективу и возможности наши хажил любого кто должен свою народу может помочь надо приветствовать да потом будем разбираться как у него было что что у него было сегодня такая ситуация что надо всем дружно до всем дружно становиться это мое мнение там некоторые передачи выставляют это выставляет надо просто оглянуться каждому сказать слушай а ну-ка я чё сделал я делал для этого народа полезные боля делал если начну рассказывать даже не поверите быть даже не поверите русланёх не полу не делай добра йох и не получишь зла ни одно доброе дело от ингушей нашего не осталось и не останется без наказанного русланёх поставь пожалуйста чеченскую песню я в следующий раз аль кавказус я в следующий раз вот эту песню поставлю надо поставлю а сегодня я хочу знать и песню поставить у казахского народа где мы более 13 лет находились высылки там этом очень много красивых народных песен давайте какую-нибудь песню сегодня поставим давайте сейчас еще до отвечу на вопросы вот я вопрос задал какие какое имеет отношение к к республике ингушетии вот эти селения асеновская серноводска они содержались несколько лет содержались из бюджета ингушской республики они были в составе ингушской республики это в начале да при первом президенте оттуда были избраны депутаты от серноводской был избран сида внурудин а из асеновской вот этих селений была избрана амха да по-моему марим амхадова на первый парламент республики оттуда вы были избраны это сегодня откажется как будто всю жизнь они там эти селения бы неправда подача с женском районе все это было я считаю неправильно сделал тогда руководитель что это сделал да сегодня у нас проблем не было бы сегодня не пришло бы это что хайхи там неправильно отдали я когда понял что они ошибку сделать он даже по соглашению они перепутали эти реки наверх идет хайхи а фартанга сворачивает там 7 на 10 вот этот целый кусок треугольника не забрали да и эти кто отдавал с нашей стороны не знали и те не знали ни географии не истории не это на граничу да и шагу лобби ащида боляк гадж межита издали кизлят засеивать здесь барыш все кто в этом участвовал да если вам честно сказать меня спрашивали руслан вот и там песни говори что иногда там я две-три песни вам покажу покажу да которые еще в начале века там в конце 19 века армия песня шханяц ага ханяц у нас даже или его род 10 или гасов был члену вот этой первой делегации это туда тирский городок да тут свой я вот эту небольшую передачу он сделаю как только найду вот эти образцы этих пластинок там записи я вам обязательно сделаю передачу вот смотрите я издал вот эту книгу это руслана куркиева из истории ингушского танца здесь есть даже некоторые смотрите здесь даже некоторые есть видите и делать кистинский танец такой танец вот она когда-то привезла вот вот куркиева марсаловна она когда-то сюда привезла этого рачменского николая рачменского а он и чеченский ингушские народные мелодии издал большой этот сборник сеге шанс мелодии животного рачменский просто сегодня кажется как будто у нас там песен не было книгу вот эти написали да да друзья все было у ингушей все было все было исполнители были исполнители и есть и были да и танцы были и песни были так что не надо фантазировать вот эту книгу не берут а жалом что-то они берут не покупают приходят в кафе на полторы две тысячи закажут это не говоришь денег нет а 300 рублей отдать это историю что это чтобы знали сами вот этого нет нигде не в интернете нигде чтобы это почитать редкие эти документы здесь по истории ингушского танца тут и про песни и мелодии этого не берут это нам не нужно оказывается неправильно неправильно это не честно вот смотрите тут один спрашивает руслан объясни его что такое ты сказал до оледенение там когда этот возраст когда был поток поток это все надо исследовать и знаете вы знаете почему я смело говорю про этап оледенение что ингушский народ его пережил здесь в горах кафка знаете почему смело да у нас архаичные древние сказания на их архаику обратила не бузуртанов руслан то семёнов леонид петрович что много то мелитинский то айдук бушан это я говорю рядами можно кто один то другой исследователь они говорят это слушайте это уникальные древние у них сказания они очень архаичные более того у нас сохранились название для северных оленей у нас два вида верблюдов у нас название для слонов у нас название для тех представителей флора и фауны которые были во время это сохранилось вот на самом севере по ареалу там балтийского региона вот этого по балтике по вот скандинавский вот эти север есть там вот этот народ живет самый он по всем этим странам по северу идет они живут в полярных этих оленей у них самое название знаете как сэмпи да ну ка вспомните аллах вся аллах да 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 душе бездана я до 1 на богу баштате у них около 30 или 35 процентов нашей группы так что вот такая вещь история мы сохранили вот древние семь сыновей в юге про вот этого курка героя что был этот холод обледенение там урожая не было это все описано наших сказаний это древние сказания почитайте русланек ты молодец все настоящий патриот чеченского и ингушского и не только ингушского и чеченского я любого и окружающего народа патриота жила да да искренне говорю есть я пресекаю любую ошибку или там подлог с тут же вскрываю нельзя нельзя нахбила бы их на что я враг что ли получать нет никакой не враг когда же твой этим аллогический словарь выйдет смотрите рамазан рамазан такой словарь как написал например он большой вот как например написал арбив агапов я для меня это полгода счастья да да два раза лучше но там должны работать над словами над их историей но там не просто слова надо показать там надо вот эти лексическое развитие вот этих слов когда один корень рождает массу родственных слов которые у нас дают смысловые параллели не просто там вот развитие да вот 10-15 нет а показывает что это исконные древние именно вот от этого концепта там должны специалисты работать и не кандидаты наука вот как лилия тареева там другие да бог любезтики вот какая-то часть вот этих концептов отработана лилий тареевой да ну там же еще много слов там над каждым иногда бывает концептом вот словообразовательная частица до какая-то я знаю что она частицами чачи че вот над этими работает и там удивительные обнаружила она их прогоняет через все части речи через все слова через все термины понимаете проверять вещи потом у других народов надо бог 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 бушааз это не просто сесть и все это как вот арбив сделал там половину ингушских слов за собственный выдает я не выдумываю почитайте слово зуда он там описывать знать как ингушская приводит что якобы ингушская на от своего где как будто в чеченском языке слова зуда не было такой слова я сделаю там за полгода я вам серьезно говорю это что это это неслить не это нет ничего не тяжело такой слова сделать вообще не тяжело русланов сделайте по языку передачу надо открыть всем глаза кто пишет всякую дрянь на наших народ пьёх вы знаете я обязательно подготовлю и про особенности нашего языка покажу а покажу 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 по ядерным падежам имени по связанными с ними этими глагольными наречными формами все это завяжу и примерами буду показывать насколько он у нас удивительный уникальный язык и что там все исконное ниоткуда не что невозможно это взять где-то заимствовать вот у нас есть формы которые отсутствуют например в соседних языках какие количественное качественное развитие каких-то концептов да да это например показывать я говорю если кто по ним начинает понимать уникальность и богатство вот этого языка а потом к этому народу неравнодушный будет или любить его будет если он искренний человек или ненавидит если у него внутренне все порядке поэтому я не выдумываю ничего не надо ляля а я тогда не буду это парень а я артисты жмутеешь хорошее же время вот этот абай василий абаев жил все прокатывало как халваев любой выдумка а вы знаете смотрите я вам серьезно я от одного старика видел а вы почитайте его истории где он он в копе где-то там это родился учился в грузинской школе там учился на учителя потом ленинград поехал был вот этой группе вот этого мара лучшим учеником у него был потом правда стал уже против этого своего учителя да вот это василий абаев не он сам а третьем четвертом пятом поколении а видите как все ингушское он старался показать что это не существует что это любое там если кодер там он должен обязательно колд это должен из мегрельского взять если это рядом лежит ингушское колд кодер нет он его берет где-то там это если например по переработке молочных продуктов если по злаковым по сельскому хозяйству по животного вот это если начну я зачитывать да вы поразитесь я поэтому смело говорю смело говорю да это большинство материала взята из ингушского языка и эти мелодии не зря говорю я часами сутками просматривал разных народах там мелодии там эти сюжеты вот мотивы да ничего нету вот то что есть это ингушское у них которые это ингушские мотивы древние местные кавказские на кавказианский не в монголии этого нету а почему я говорю постоянно ссылаюсь на монголии что нет да потому что то гуриев то василия абаев то масса у них исследователи говорят что мы и постам вот эти песни там имена героев из монголии принесли что такое это опровергается